Итак, церемония награждения у мужчин. Очень приятная церемония, мы обязательно, конечно, ее покажем. Андрей Казусенов, весовая категория до 90 килограммов, напомню, стал чемпионом страны. А далее в финале Антона Коновалова. Ну и еще, я думаю, покажем весовую категорию у женщин плюс 80 килограммов, где совсем недавно Елизавета Моисеенко стала чемпионкой страны. Антон Коновалов и Андрей Казусенов. Многократный чемпион страны. Приятно, да, было бы какое-то... Очень приятно. Смотрите, как публика реагирует. Да, с некоторой горечью, да, если бы вдруг потерпел поражение, не хотелось бы. Именно здесь и сейчас победа Казусенка, она в какой-то степени символична. Приятно втройне, даже не вдвойне, а втройне. Почему? Потому что наш флаг будет возвышаться в окружении трех российских флагов. И звучать наш гимн. И звучать наш гимн, да. Именно в такой когорте сильных спортсменов. Знаете, и российские спортсмены очень сильные, и в этой категории в том числе. Вот Андрей вышел победителем, показав, что у нас тоже школа не слабая. Да, будем надеяться, что до завершения карьеры Казусенка еще долгое время пройдет. Он очень опытный борец. Один из наиболее известных у нас представителей борьбы с амбо. И на чемпионате страны неоднократно уже принимал участие, побеждал. И вот еще раз повторимся, что сейчас вот эта победа на 2015 год имеет большое значение. Павел, вы знаете, вот то, о чем мы говорили, несмотря на травму, он вышел, он даже не показал, что доказывает, что он боец. Он не показал, что у него есть травма. Еще даже по ходу встречи немножечко, наверное, дадил себя вот этой травмой гольностопа. Потому что видно было, что тянет очень мощно финалист его российский спортсмен. Но все равно он сделал свое. Коновалов очень здорово работать в партере. Но Андрей с таким лицом лежал, как будто бы он отдыхает, загорает на диване, загорает на пляже. Все-таки Андрей боец, молодец. Еще раз поздравляем. КОНЕЦ 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 Мы еще раз поздравляем победителя и призера этой весовой категории и продолжаем церемонию награждения. Итак, Андрей Козысенок, чемпион страны за 2015 год весовой категории до 90 килограммов. И у женщин, напомню, весе плюс 80 килограммов Елизавета Моисеенко, или 80 килограммов плюс, наверное, так будет более правильно назвать этот вес, наиболее представительный у женщин. Напомню, она со счетом 5-1 одолела грузинку Ирину Леонидзе. Мы так, не то чтобы переживали, а скорее опасались, что с Леонидзе будет непросто бороться, но Елизавета очень грамотно построила поединок, как часто бывает в этой весовой категории, через удержание. В общем, так оно и должно быть. Повела бросок на один балл, бросила потом и сделала удержание. В общем, опять-таки парта. Очень приятно наблюдать за тем, что наша прославленная спортсменка в прошлом Вероника Дмитриевна Козловская награждает в этом весе гостренер сборной нашей Басанго, один из двигателей, организационных двигателей нашей сборной. Душа команды, человек, который сейчас и тренирует тоже. Девочки и ребята вообще очень слушают ее. Семен Абрамович Гуманов заслужил клеер нашей страны. КОНЕЦ ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У Бертинишвили, я думаю, так же, как и у рыбака, достаточная доля подготовки дзюдоистки на татаме. В принципе, нет, наверное, ни одного грузинского самбиста, кто не пришел бы на ковер как раз татами из дзюдо в самбо. Второе замечание получил грузинский борец за пассивность и бал Юра повел. Нельзя останавливаться ни в коем случае, ни в коем случае. Не докрутился, не докрутился Юра. Проводил бросок через плечо с коленом. Первый, первый, первый. Замечание получает Юра. Что-то уж быстро дают. Неужели настолько правила меняются? Ну, пока преимущество рыбака минимальное. С отрывом в один балл. Можно. Юра взял пояс спереди, потом второй рукой левой перехватил сверху. Это в свое время Юра настолько мощно это делал, что как соперники не выставляли руки, ноги, голову, но все равно он через руки он бросал. Настолько мощнее был Юра. Всех своих соперников. И раз даже поделил на парижском турнире, когда завоевал он для нашей команды единственную медаль бронзовую. Это был очень сильный турнир и до сих пор. И тогда вот его соперником был корейский спортсмен, который в дальнейшем боролся на Афинской Олимпиаде в финале с Макаровым. Юра. Тот выставил руки, а Юра делал бросок через голову. Настолько мощным провел, что бросил чистым броском. Потом тот ходил в гипсе, чтобы обездвидеть руку Юра. Молодец Юра, конечно, здорово исполнять этот бросок. Дай Бог, чтобы он и на этом соревновании, в этой схватке тоже так же уверенно поборолся. Оказали помощь Рыбаковым. И он продолжает свою золотую медаль. Сейчас Юра попытался сделать провести мой прием коронный в свое время. Юра раньше бросал, да и сейчас бросает его немножечко, распустил захват. Бросок Багирова, да? В мире так называли тоже бросок под хватом. Но это неправильно. Я думаю, что выкрали. Полторы минуты до конца встречи. Юра пытается провести болевой прием. Хорошо раскачал. Молодец! Молодец, Юра! Не выпускать, не выпускать соперника. Рыбак успевает еще проконтролировать. И сколько там еще времени осталось. Непростой поединок у него получается. Не отпускать ногу, не отпускать ногу. Детелишвили. Все-таки выпустил руку. Там локоть соперника вышел. Между ног. Поэтому у Юры не получилось. Минута пять секунд до конца встречи. Юре только надо опережать. Только опережать. Первый захват и опережать. Пытаться делать сбросок. Я думаю, соперник будет здесь счастье. Еще получит за это предупреждение, за пассивность. Только не останавливаться. Но сейчас без оценки. Даже если спортивные вышли за ковер. Спортивные вышли за ковер. Поэтому судья свистнул. Но если даже не было бы там выхода, то все равно это движение без оценки. Потому что Юра пытался сделать прием. Примущество по-прежнему минимальное. У Рыбака меньше минуты для завершения схватки. Будет бы балл. Да, должен быть. Хорошо, хорошо. Ира все-таки скрутил на балл. Он садится на болевой прием. Не контролирует, конечно. Ушел грузинский спортсмен. 30 секунд. Если быть точнее, 32 секунды до окончания этой встречи финальной. Устали, устали спортсмены. Устал и грузинский спортсмен. Устал и Юра. Надо дотерпеть. Опережать, опережать. Первый, 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 первый до конца. Прошел Юра в ноги. Вызграно еще 10 секунд. Устали, устали. Видно, что оба спортсмена устали. Но не будем забывать за этот дефирал. Надо дотерпеть. Надо просто дотерпеть. Ну, терпеть-то как раз про Рыбака. 10 секунд. Вот Юре дают второе замечание за пассивность. И один балл. 2-1. 2-1, да. Один балл сейчас дадут. Дадут. Видно было, что судьи показали оба. И вот Юра берет удержание. Но уже практически это ничего не мешает. Время вышло. И Юрий Рыбак становится в очередной раз чемпионом страны по самбо в супертяжелой весовой категории. Не такой же простой у него финал. Откровенно говоря, в последние годы он значительно проще. У него получались эти финальные поединки. Лежат, но воспользмены не могут не в силах подняться. На чемпионате мира. Ну, я скажу, что это говорит о напряженности поединка. Это говорит о том, насколько непросто стать лучшим. Как иногда говорят, никогда не делай с первого раза что-нибудь, да. Чтобы люди не подумали, что это делается легко. Вот. Ну, вот у Рыбака сами по себе победы. Еще раз повторюсь, вот финальных поединков чемпионата Беларуси. Я опять же говорил, неоднократно о чемпионатах мира. Выходили очень мощно, красиво. Досрочные победы. Здесь не просто вышло с Бекой Бердинишвили. Все-таки чувствуется, что это хороший борец. Борец зудаистской школы, так же, как и наш Рыбак. И приятно отметить, что Юра все-таки стал лучшим. 2-1. И таким образом мы начинаем победу. Не настолько, да, не настолько ярко поборолся Юра в этой встрече. Но все-таки, все-таки это победа. Победители не судят. Почему у нас были, мы знавали и более яркие победы Юрия Рыбака. Когда он за пару минут буквально разметал соперника. Но Юра выиграл. И принес нашей команде, нашу копилку еще очередное золото. Спасибо ему за это. Умница. Вполне возможно, что опять же, да, и какие-то старые травмы тоже дают о себе знать. Чувствуете, да, насколько тяжело сейчас у Юра выходил с ковра. И тем приятнее отметить, что он стал лучшим. Смотрим, как проходила борьба. Он все равно в своем стиле был. Рисковал спортсмен с Грузии, но накрыл его. Ну что ж, после схватки в супертяжелой весовой категории у мужчин, нас ожидают уже поединки по боевому самбо. Боевой раздел, комбат самбо. До 68 килограммов мы здесь будем болеть за Дмитрия Кругова, красный курок, и Абдулла Бабаев из Туркменистада, курка, соответственно, синяя. Впервые на чемпионате Белоруссии по самому боевой разделу. То, что на чемпионатах мира Европы боевой раздел представлен в этом, нет ничего удивительного, уже несколько лет. И по этой же системе, как мы говорили в начале репортажа, проходит и чемпионат Белоруссии, в том числе и по боевому разделу. Здесь, правда, весовых категорий немного. Всего 4 комплекта медали разыграются. Вот два из них сегодня. Первая неожиданность. Веду травму, к сожалению. Дима Кругов. Абдулла Бабаева из Туркменистана становится победителем. Но у нас еще впереди в белорусский финал с Павлом Масальским и Сергеем Филоменко. О чем мы уже говорили. Серебро, по крайней мере, тоже неплохо. И я думаю, что мы поздравляем Абдулла Бабаева с этим успехом. Естественно, и Дмитрия Кругова. Можем поздравить с выходом в финал. И, соответственно, серебряная медаль. В этом весе до 68 килограммов. Ну вот вес до 82 килограммов с участием серебряного призера последнего чемпионата мира Сергеем Филоменко. Это последний финал первого дня чемпионата Белоруссии по самбо. Тоже чисто белорусский финал. Да. Павел Масальский и Сергей Филоменко. Ну что, мы можем уже какие-то итоги подвести. Да, у нас чемпионка Абасова. У нас стал лучшим Иван Анискевич. Победу одержала Татьяна Мацко. Золотая медаль у Андрея Козусенко, у Юрия Рыбака и у Елизаветы Моисеенко. Так что у нас все финалы практически в нашу пользу. Ну вот предыдущий финал по боевому самбо весит до 68 килограммов. Здесь из-за травмы Кругов не смог выступить. Итак, Павел Масальский, красная куртка и Сергей Филоменко, синяя куртка. Посмотрим, как биться будут ребята. Сергей Филоменко. Белорусс. Итак, боевой раздел, очень популярный раздел. Это не тот классический вариант, который мы привыкли видеть на чемпионате Белоруссии. Вот впервые на нашем турнире, на чемпионате страны, этапе Кубка мира, боевое самбо. Пошла атака, работа в стойке, понятно, и ударная техника присутствует, но и борьба очень многое решает. Вот и сейчас уже впереди Павел Масальский. Споловинил Сергей. Не до конца сделал прием. И несколько вещей сразу решил. Сергей Левша в правосторонней стойке работает. Ну, не знаю, проблемы это или нет для Масальского. Посмотрим. Ну, чувствуется, что Масальский все-таки тяготеет больше к борцовской технике. Филоменко тоже, в принципе, борется неплохо. Боевой раздел, да, он очень похож на так называемый микс файт. Мы уже давно не называем эти виды единоборств боями без правил, потому что правила присутствуют, ограничений, в принципе, достаточно много. Но здесь по боевому разделу разрешено почти все, кроме ударов в область глаз, по шее, в пах, удары в область позвоночника. Все остальное, в общем, скажем, это все арсенал для достижения победы. Ну, пусть никого не удивляет то, что в работе в стойке не так уж и часто добиваются успеха саммитиста. Именно этим образом все-таки борьба решает. Я вспоминаю чемпионат мира, который проходил в 2012 году, чемпионат Европы, который мы принимали в 2010. Из всех финалов, которые были по боевому разделу, подавляющее большинство, ну, я не знаю, с 12 финалов, наверное, финалов 10, завершили все в партере. И очень многие досрочно болевым приемом. Ну, по работе, ребят, видно, что и ударная техника у них поставлена, хотя еще не было таких ударов, попаданий не было, но и по стойке, и по движению. Видно, что ребята попасть могут, знают друг друга и не очень рискуют. Ну, вот здесь очень хорошо пользуются тем, что он левша филоменка, так дистанцию неплохо держит. Лоу-киков не хватает, но лоу-кики – это очень опасное оружие для подготовки хорошей атаки. При этом, в принципе, нужно быть еще и готовым к тому, что можешь, собственно, ногу разбить. Здесь, ребята, 100% вот 4 балла. Здесь они боксировали, боксировали – это больше тактическая схема работы была. Почему? Потому что видно было, что каждый хочет именно с ударом пойти в захват и провести какой-то прием. Все-таки за бросок реальные баллы дают, а так за удар, только за нокдаун могут дать. Поэтому ребята более тактически боролись, чтобы суметь после удара пройти в корпус, как сделал филоменка. 4-1, даже 8-1 уже, 4-1 до этой атаки было сверху. 8-1, пока более опытный боец. Вот опять Сударман, попытка провести бросок через плечо. Сергей неоднократно принимал участие на чемпионатах мира. Надо сказать, что сделал шаг вперед. Он был на мировом первенстве в Санкт-Петербурге бронзовым призером. Как я уже говорил, на японском ковре стал серебряным. Здесь уже лидирует с разницей в 7 баллов на исходе третьей минуты. Ударный вид, поэтому здесь все может быть. Еще 2 минуты. Весовая категория не такая уж и мелкая, до 82 килограммов. Вес, в общем, все не статистического мужчины. Мы только сейчас вспомнили об этом оружии. Масальский так пробил. Ну и опять же переход в борьбу. И здесь уже Сергей все четко сделал. Опять же, о чем мы и говорили. Работа в стойке. Это в основном подготовка для бросков. Видите, здесь опять удары ногами чреваты тем, что здесь можно бороться, проводить броски с оценкой. Открываешься. С оценкой, конечно. Отдаешь, соответственно, дистанция как бы пропадает. И Сергей Филоменко, надо сказать, оправданно, предсказуемо одерживает уверенную победу над Павлом Масальским. 9-1. И становится чемпионом страны. Серебро у Масальского. Ну что, мы уже можем подвести итоги. Я говорил о золотых призерах. Мы еще остаемся в эфире. Будет у нас еще церемония награждения. Думаю, мы покажем прежде всего вот как раз церемония награждения у мужчин по боевому самому и стоп-стоп-стоп. Ну вот смотрим на повторе, как набирал очки Сергей Филоменко. Хороший день, да? Что можно какие-то итоги подвести. Надо сказать, что почти все получилось. По крайней мере, в финалах наши не разрешали.